Всем привет! Это новый влог. У меня случилась небольшая беда, которая уже в принципе закончилась. У меня слетела прошивка и прошлые две недели просто прошли мимо меня. Во-первых, слетело видео за три дня, потому что они никуда не сохранились. Фотографии там слетели. Поэтому я быстренько покажу, что я здесь навязала. Расскажу, покажу. И что еще? Я забыла свой штатив, поэтому буду снимать с рук. Немножко вижу, что камера трясется. Ну, простите меня. Что ж поделаешь? Значит так. Платье. Я, которое вязала своей старшей дочке из Alize Cotton Gold фуксиевого цвета. Цвет не передается. И вообще здесь как-то очень темно. Ну, не знаю. Пока что буду думать, как это все сделать. Значит, у меня была маечка, которую я отрезала. Дочка уже замазала слаймом. Я смотрю, что здесь все платье уже в слайме. Так. Значит, у меня была маечка связана. И вниз я добавляла через каждые три петли. И делала прибавку, чтобы увеличить юбочку. Вязала я вверх на спицах 3,25. И потом перешла на вязание спицами номер 3,5. Вот так вот это платье мнется, когда лежит в шкафу. Ну, в принципе, потом, когда одеваешь, оно достаточно быстро возвращается в свою форму. Так как мне стало скучно потом вязать, я решила добавить один моточек ниточки. Если честно, я уже не помню, как эта ниточка называется. Она снята уже давно с производства. Я, наверное, года три назад вязала такой кардиган из голубого и зеленого цвета. Значит, это ниточка Ализе. И она такая фактурная. То есть идет то тоненькая ниточка, то толстенькая. И получился вот такой вот у меня ажурчик. Потом я перешла снова на Ализе Cotton Gold. Сделала несколько рядов вытянутых петелек, чтобы не закручивался. И просто потом ленточку пришила. Ленточка завязывается на поясе. Получилось вот такое платье. Так как оно достаточно такое было скучное, как мне показалось, я вот этой ниточкой, которая внизу вязала полосочку, я сделала вот такую вот вышивку. Просто галочки. И за счет того, что разная фактура, получились такие они разные по размеру. Но, как видите, закатываются они достаточно быстро. Так, это то, что касается платья дочки. Еще я за это время связала еще одно платье. Это платье... Вообще, я хотела связать платье по мастер-классу Алины с канала Алина вяжет. Ее платье Мальвина. Я хотела делать с кружево. Значит, вязала я это платье из ниточек от Сиам Болеро. Это хлопок с вискозой. У меня было два цвета. Я вязала шапочки для дочек. Вот такой вот мятный цвет и розовый цвет. У меня оставалось где-то по 107... Нет, не 170. Где-то по 130 или по 135 грамм каждого цвета. Вязала я крючком номер вверх. Я вязала крючком номер 2. А юбку я вязала крючком номер 2,5. Значит, верх у меня, в принципе, связан, как у Алины в мастер-классе. Я поставила только кнопочки другие. Не такие, как у нее. Я в одном из видео как-то раньше показывала, как сделать эти кнопки, чтобы они не были такие тугие. Ну, здесь я уже показать не смогу. Но смысл тот, что вы вот в это отверстие засовываете ножницы и разворачиваете вот этот вот кружочек, чтобы лепестки разошлись в разные стороны. Потом примеряете. Если проходит вот эта вот штучка внутрь, застегивается достаточно легко, то значит, наоборот, эти лепестки заворачиваете внутрь. И так регулируете. Конечно, много раз туда-сюда ее гонять не нужно, но, в принципе, отрегулировать можно. Значит, юбка. Юбка у меня связана немножко по-другому. Эта юбка связана так, как я вязала платье. Как же она называется? Забыла. Слушайте, подпишу на экране, чтобы сейчас не вспоминать. Не знаю, сколько у меня тут времени будет заснять это видео. Так, как видите, розового мне хватило вот настолько. Больше его нет. И потом я добавила еще вот такую ниточку. Это Alize Forever. Не 100% микрофибра. Там микрофибра, наверное, 95 и люрекса. Ну, в общем, такое сочетание. Эта ниточка очень похожа на ниточку... Это Alize Forever Simly. Значит, она очень похожа на ниточку Дива. Только она в два раза тоньше. Поэтому я вязала ее в два сложения. Потом я вывязала еще мятного цвета. И закончила снова этой ниточкой. Получилось платье у меня достаточно большое. Что-то я не могу понять, что вот это вот... Наверное, ниточку здесь присоединяла. Но когда я его одела на свою среднюю дочку, я поняла, что я вывязала очень маленькие проймы. Здесь было 12 сантиметров. То есть дочка моя 4,5 года, когда одела, просто проймы врезались в подмышки. Вот. Поэтому у меня здесь была достаточно большая вязка. Я это распустила. Распустила вот здесь по рукавам обвязку. Распустила по горловине. И довязала еще два ряда, получается, спереди и на спинке. Таким образом я подняла еще пройму, увеличила до 15, почти, сантиметров. Это, в принципе, достаточно. И затем я уже обвязку сделала более такую... Здесь я обвязала столбиками без накида и потом соединительными столбиками. Здесь обвязан один ряд столбики без накида и рачий шаг. И это платье я связала в подарок. Не для своих дочек. Это платье будет другой девчонки. Вот с этим единорожкой, на которой я делала мастер-класс. Так я его не доделала, этот мастер-класс. У меня уже, в принципе, готовы все исправления. Есть одна девушка, которая протестировала мне этот мастер-класс. Она очень хорошо тестирует, проверяет все ошибки. Просто великолепно. Она видит и описки какие-то, недочеты. Просто прекраснейший тестер. Просто бери и делай мастер-классы. Но я поняла, что это не совсем мой формат. Мне не очень нравится делать, в всяком случае, платные мастер-классы. Потому что я чувствую большую ответственность. Плюс у меня есть некоторые свои заморочки. Так что единорожку я, конечно, доделаю. Этот мастер-класс когда-нибудь. Вот. Такая получилась. Такой комплект будет. Так, следующее, что я вам покажу. Это девочку, которую я вроде вам показывала в прошлых видео. Она свою блайзочку. Значит, я ей довязала комбинезон. Не помню, показала я его в прошлый раз вам или нет. Здесь я делала вышивку. Пайетками. Сердечко такое. Что-то типа сердечко у меня получилось. И связала вот такую шапочку. Эта шапочка связана из пряжи. В три ниточки. Это белорусская ореола. Какой-то махер. У меня был в остатке. Еще осталась на одну шапочку. Здесь двойной отворот. Простые косы. Шапочку я эту перевязывала. Потому что у меня сразу маленький... Сделала наборный край. И за счет этого шапка очень сильно растягивалась. И просвечивались волосики. Сейчас это все так смотрится красиво. Сделала из той же пряжи помпончик. Вот. И получилась у меня вот такая вот девчонка. Вот. Туфельки я и ботиночки тоже сама делала. Сделала эффект состаривания. Как будто они уже поношенные. Ботиночки. Вот. Вот такая крошка. Потом я занялась шитьем. Значит. Я, по-моему, вам не показывала вот эту вот малышку. Которую я сделала. Еще одну. Такое освещение плохое. Вот. Такая крошка. У нее тоже закрываются глазки. Сделаны. Сейчас я найду, какой закрывать. Вот. Так. И я учусь шитью для этих малявочек. Сшила уже вот такой вот сарафанчик. Футболочка. Обувь я тоже делала для нее сама. Вот. Вот так я ей одеваю гольфики. Потом я сшила еще вот такую зверошапку. Такой зайчик получился. Ой, как же неудобно. Надо попросить, чтобы мне муж привез хотя бы этот салфи-палку. Такая вот девочка в шапочке. И еще я напортачила очень сильно с кепкой. Попалась еще цепучая ткань. Я сильно срезала припуски. За счет этого кепка у меня начала расходиться местами. Не очень удачная модель. Там есть такие местами косячные она. Но тем не менее, где-то для фотографий ее использовать можно. Вот кажется, в принципе, практически одинаковая ткань. Вот эта вот темная в звездочке и вот эта вот светлая тоже она в звездочке. Но вот эта светлая не так сыпется. Она больше подходит. Похоже на джинсовую ткань. А вот эта вот светлая, она, конечно, сыпется вообще. Катастрофически сыпется. Вот, и сейчас я еще вот связала, ой, связала. Шила кепочку. И у меня осталось, надо вот на этих днях шить другую футболочку. Но сейчас у меня в работе другой процесс. Я вяжу белого мишку. Не буду вам показывать. Наверное, завтра покажу уже готового. Это, в принципе, повтор. Тур, просто покажу, что связала и все. И еще, так как мы приехали в деревню здесь, я думала, что взять с собой. Взяла немножко материала, чтобы делать игрушки, если будут заказы. И взяла пряжу для того, чтобы подготовить девочек к осенне-зимнему периоду. Почему-то я начала зимы. Значит, у меня начала вязать шапочку из Ярнарт Бьянка Бэби Люкс. Очень мне нравится эта пряжа. Там 40% шерсти, 60% акрила. Она чем-то похожа на Вита Бриллиант. Лоснящаяся такая пряжа. Но почему-то мне нравится она больше. Потому что колется, мне кажется, что меньше. И носится тоже классно. Значит, я связала вот такой отворот платочной вязкой. Померила по голове, чтобы подходила. Но сделала отворот достаточно большой. Не знаю, почему я это сделала. Чтобы отворотик у меня не разворачивался, я вот здесь вот вывязывала в каждую петлю. Я вязала в одном ряду лицевой, во втором ряду изнаночной. Чтобы она у меня получилась такая лицевая. Тогда шапочка хорошо выворачивается и держит свою форму. Плюс у меня здесь получается 20 петелек. Идет от вот этого края вниз. И потом идет 15 петелек здесь. Поэтому верхняя резинка чуть длиннее. Она закрывает узор. И узор у меня здесь состоит из жгутиков. Значит, вот эти жгутики 2х2 смотрят друг на дружку. Получается в зеркальном отображении. И вот эта вот косичка переплетения 1х1. Две изнаночные между элементами. Вот две изнаночные. Вот, вяжу сейчас вверх. И мне здесь осталось провязать еще, наверное, два рапорта вверх. И я буду уже закрывать шапочку. Вяжу на спицах номер 3,5. Вот это вот я вязала на спицах номер 3,25. Дуговато идет. Потому что получается, это 150 метров в 100 граммах. Я вяжу на спицах 3,5. Ну, плотновато, я бы сказала. Но это же будет зимняя шапочка. Сюда подклад не нужен будет. Здесь вот эта вот резинка получилась настолько плотной. Она прям такая, как повязка. Никакого подклада здесь совершенно не нужно будет. Просто сделать помпон какой-то. Я еще не знаю, какой буду делать. И все. Я уже вывязала здесь 100 грамм. Потом взяла еще новые моточки. И, в принципе, ну, как бы много уходит на эту шапочку. У меня по 250 грамм трех цветов. Такой вот серый, молочный. И такой нежно-оранжевый, такой персиковый, я бы сказала. И что я из них буду делать? Я думала сначала вязать какими-то градиентами. Потом решила все-таки сделать однотонные шапочки. И буду вязать шапочку и варежки или перчатки. Посмотрю, насколько мне хватит. Ну, точно свяжу по паре варежек. И если будут оставаться ниточки, то свяжу перчатки еще в одну ниточку. А уже что-нибудь на шею, снуд или шарфик я буду вязать из других ниточек. Вот. Так что по планам у меня вот такие вот дела. Я надеюсь, что вы простите меня на ближайшие два месяца за качество. Хотя я думаю, что сейчас не сильно будут смотреть каналы. Потому что все-таки летний период. Вот. Так что я сейчас, наверное, это видео выгружу. Поздороваюсь с вами. Потому что не виделись уже две недели. Некоторые девочки, которые следят за мной. Мне очень приятно, правда. Спасибо большое, что вы мне пишете и на ютюбе, и в инстаграме вы подписываетесь. Очень приятно. Огромное вам спасибо, что вы пишете мне комментарии, ставите лайки. Это очень здорово, мотивирует. Поэтому специально для вас, для моих самых любимых подписчиков, это небольшое видео выйдет уже сегодня, в понедельник. А завтра я потихоньку буду для вас снимать уже маленькие кусочки, что я там связала за эти дни. Вот. И расскажу вам что-то как. Все. На этом я хочу сказать вам большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, не забывайте. Будем с вами встречаться хотя бы в таком формате с трясущейся рукой. Все. До новых встреч. Пока-пока. И я с вами попрощалась, поняла, что не все показала. Так что еще на небольшой промежуток времени я вас задержу на минуток 5. Значит, я показывала уже этот топ, который я вязала по мастер-классу Мэри Нитинг с инстаграма, с пайетками. Значит, я вязала его крючком номер 1 и 1 из пряжи Анна 16. Вот вся. У меня эта пряжа осталась. Помните, я говорила, что у меня в процессах, в дорожном процессе я вяжу топ. В общем, я его довязала. Конечно, это нужно показывать на человеке, но так как это на подростка связано, поэтому я не покажу. Хотя я даже не знаю. В принципе, на небольшой размер, где-то 38-40, а может даже и 42 подойдет. Вот такой вот топ тоже по мастер-классу Мэри Нитинг. Это топ называется Геометрия. Я связала. И тут мне не хватило совсем немножко пряжи. Шлейки я уже... Хотя она бы мне хватила. В общем, я вязала. У меня остался небольшой моточек пряжи. Я думаю, ну все, не хватает. Нужно добавлять другой цвет. Я взяла темно-синий. Сделала шлейки. И для того, чтобы это не смотрелось, как типа мне не хватило пряжи, поэтому я привязала тут непонятно что. Я обвязала здесь еще такой ряд из столбиков соединительных. Обвязала по краю. Сделала такой небольшой акцентик. И потом я еще связала трусики тоже по мастер-классу Марии. Это тоже Геометрия. Значит, какой минус я здесь делала? Я немножко сильно затянула здесь спандекс по краю. Здесь протянут спандекс. И как видите, он так заворачивает. Немного так заворачивает. Видите как? Вот. Я наконец-то научилась вязать шнурок гусеничка. Не поверите. Я когда-то попробовала давным-давно его вязать. У меня не получилось. И я потом боялась просто браться его и вязать. Но тут я села и поняла, что ничего сложного в этом совершенно нет. Не знаю, почему у меня не получилось тогда, года 4 назад, вязать такие шнурки. Ну, не знаю. В общем, получились у меня вот такие шнурочки. Плавки регулируются за счет этих шнурочков. И вот так они выглядят спереди. Вот настолько мне хватило провязать голубого цвета. А сзади они однотонные. Видите, за счет того, что я очень сильно перетянула спандекс, они заворачиваются. Вот так они выглядят. Вот. Все. На этом все. Как видите, я еще добавила 5 минуток, чтобы показать вам эти работы. Потому что эти работы я хочу как-нибудь уже упаковать. И тоже это на подарок. Вместе с вот этим вот топом будут еще лив и плавки. Все. На этом точно все. Спасибо большое, что вы не отключаетесь, а сразу же не досматриваете видео до конца. Всех целую. Всем пока.